Всем привет! С вами Мисс Райт и это выпуск Кейпоп новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN. Этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Во время сольного выступления на концерте Джайда в Сеуле, лидер Сойон прочитал рэп о том, что ее контракт заканчивается в ноябре, вызвав беспокойство у фанатов относительно будущего группы. После выступления многие корейские СМИ сообщили, что представитель Кьюб Энтертеймент прояснил ситуацию, заявив, продвижение контрактов участниц запланировано на следующий год. Текст песни Чон Сойон был просто частью выступления, добавив, мы занимаемся этим вопросом, потому что обеспокоены тем, что будут опубликованы неточные отчеты и компания понесет убытки из-за ее внезапных действий, которые не были согласованы с нами заранее. Несмотря на объяснение Кьюб, фанаты отметили, что во время сольного выступления Сойон на экране с ВСР отображался текст песни об истечении контракта в ноябре. Это привело к вопросам о том, как текст мог быть частью несогласованного выступления. Сойон лично объяснила этот вопрос в соцсети, она опубликовала следующее сообщение. «Моя главная забота всегда в том, как сделать людей счастливыми. Моя вторая забота, как сделать нашу команду счастливее. Иногда это приводит к моментам, которые кажутся слишком провокационными, или работам, которые не получают положительной реакции. Однако я не лгу, не причиняю никому вреда и не совершаю намеренных действий, которые могут привести к угрызениям совести. И в этом выступлении тоже. Я не писала никакой лжи и ничего не скрывала от компании. Мы репетировали десятки раз перед всеми и вместе создавали этот номер. Проработав вместе более 10 лет, я не испытываю негативных чувств компании, основанных исключительно на статьях в прессе. Потому что слова, даже если их передать немного неправильно, могут изменить подразумеваемый смысл. Однако эта ситуация, похоже, является одним напоминанием о неспособности нашей компании реагировать на подобные ситуации. Я также внесу свой вклад, чтобы мы могли расти вместе, и я надеюсь, что любые неприятные чувства, которые у вас могли возникнуть, такие как беспокойство или ненависть, немного утихнут. Позже, тем же вечером, Cube Entertainment выпустили заявление, в котором сообщили, что их ранее объявленная позиция по этому вопросу была лишь мнением одного человека, а не официальным заявлением агентства. Компания также подтвердила, что контракт Чон Су Ён должен стечь в ноябре, и что они знали об измененном тексте ее песни заранее, но добавили, что находится в процессе обсуждения возможности продления контракта. По данным инсайдеров, 2 августа полицейский участок Сондон в Сеуле направил дело Хвичан из Омега-Экс в Восточную окружную прокуратуру Сеула по обвинению в принудительном непристойном действии против бывшего генерального директора Спайр Энтертеймент. В марте прошлого года компания Спайр утверждала, что Хвичан домогался генерального директора Кан, которая пыталась утешить его по поводу предстоящего военного призыва. Бывшее агентство Омега-Экс в марте прошлого года на пресс-конференции заявило, когда Хвичан, переживавший за предстоящего призыва в армию, получал утешение от бывшего генерального директора Кан, Хвичан неожиданно совершил против нее принудительные непристойные действия и подавал на него жалобу в полицию. Агентство утверждало, что он в пьяном состоянии коснулся груди генерального директора, предоставив записи с камер видеонаблюдения об этом инциденте, и заявил лейбл, значит мы колебались подать уголовное заявление, потому что они хотели превращать молодого участника в сексуального преступника, но мы должны были ответить, когда участники Омега-Экс, в свою очередь, обвинили Кан в принудительных непристойных действиях. Между тем, юридические представители Омега-Экс утверждают, что действия Хвичана были вызваны принуждением со стороны бывшего генерального директора Кан. Спор между Омега-Экс и Spar Entertainment продолжается с ноября 2022 года, и обе стороны вовлечены в юридическую борьбу за установление истинной по поводу обвинений в сексуальном насилии и связанных с этим вопросом. Если вам интересно, я делала отдельное видео по этому поводу, я уже не знаю, когда это агентство наконец-то отстанет от мальчишек. Зная, что вытворяла директор этого агентства с мальчишками, я уверена, что это очередная попытка хоть как-то очернить ребят, так как ранее Омега-Экс выиграли суд против Spar Entertainment. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации. Айю сдержала обещание. 76-летнему американскому дедушке по имени Зеф Раттед, известному своей страстной любовью к корейским дарамам и певице Айю, недавно представилась возможность встретиться с ней. 1 августа Зеф опубликовал на своем ютуб-канале фотографию, на которой изображены он, его жена и Айю. На фотографии Айю стоит между Зевом и его женой, формируя руками сердечко. В это же время пара изображает большое сердце над своими головами. Эта особая встреча стала возможной благодаря личному приглашению Айю. В марте Айю пригласила Зеву на свой концерт, который состоялся 30 июля. После концерта Зев провел около 15 минут, разговаривая с Айю за кулисами. Он описал эту встречу как приятную и сказал, что она была действительно красива. Зев с гордостью поделился, что Айю подарила ему подарки, в том числе брелок, галстук-бабочку и традиционные корейские заколки для волос. 14 и 15 сентября на площадке Mainstage в Москве состоится крупнейший фандом-фест от ВКонтакте. Это событие обещает стать незабываемым для всех поклонников, так как сюда приглашена кей-поп-группа T.I.O.T. На фестивале соберутся тысячи фанатов аниме, косплея, кино, комиксов, видеоигр и других популярных вселенных. Гостей ждут встречи с любимыми артистами и акторами, выступления кей-поп-группы из Кореи, презентации фильмов и аниме и конкурсы косплея и кавер-дэнса с призовым фондом в 1 миллион рублей. T.I.O.T. это южнокорейская мужская группа из пяти участников, созданная под крылом компании Red Start Entertainment. Группа была сформирована в результате жесткого отбора на шоу Boys Planet, что подчеркивает высокий уровень каждого из участников. Группа дебютировала 22 апреля этого года с мини-альбомом Kickstart. Уже за короткое время ребята смогли завоевать сердца множества поклонников по всему миру благодаря своим харизматичным выступлениям и талантам. На Вконтакте Фандом Фест в Москве T.I.O.T. планирует исполнить свои популярные треки и порадовать поклонников специальными номерами. Это будет отличная возможность для всех фанатов увидеть своих кумиров вживую и насладиться их энергичными выступлениями. Группа Fromis9 наконец-то объявила о своих планах по возвращению, выпустив многочисленные концепт-фотографии для SuperSonic. Однако низкое качество фотографий вызвало возмущение поклонников, которые также раскритиковали Pledis Entertainment. 18 июля поклонники получили хорошие новости, когда Fromis9 удивили нитизенов первым тизером своего предстоящего альбома. Выход альбома запланирован на 12 августа в 18.00 по корейскому времени. За первым тизером последовал промо-план и трек-лист, что создало еще большую шумиху вокруг возвращения группы. В конце концов, Fromis9 подогрели ожидания, выпустив групповые и индивидуальные концепт-фотографии для SuperSonic. К сожалению, несмотря на восторженную реакцию поклонников, многие высказали свой гнев в адрес Pledis Entertainment из-за качества фотографий. Поклонники отметили, что снимки также свидетельствуют о плохом обращении со стороны агентства. Что вы думаете по этому поводу? Ждете ли вы возвращения Fromis9? Напишите об этом в комментариях. Дженни из Blackpink оформила торговую марку для своего английского имени Дженни Руби Джейн. Имя артистки при рождении Дженни Ким, но после обучения в Новой Зеландии в детстве, она также взяла себе имя-псевдоним Дженни Руби Джейн. Во время появления в дораме HBO Idol в 2023 году, она использовала имя Дженни Руби Джейн вместо своего сценического айденского имени Дженни. Ее личные аккаунты в соцсети и на ютубе также ведутся под никнеймом Дженни Руби Джейн. Кроме того, участница Blackpink, как сообщается, подала заявку на права на эту торговую марку и в Соединенных Штатах. Ожидаемая новая мужская группа АК из Mystic Story представила новую серию тизерных фотографий для своего дебютного мини-альбома. На фотографиях каждый из участников группы Риото, Духа, Чве Хан, Зиву, Хён Минки, Йоно Джи Бин по очереди представляются, демонстрируя свое крутое и молодое обаяние. Их официальный дебют состоится 19 августа. Ранее они представили трек Дамми со своего первого мини-альбома 26 июля, привлекая внимание своим стильным звучанием и танцевальными движениями. Женская группа Мими Роуз официально представляет двух новых участниц, которые присоединятся к команде в преддверии камбэка Анну и Ерин. Мими Роуз, которая изначально дебютировала в составе пяти человек, вернутся в конце этого месяца как группа из семи участниц. Третий сингл женской группы Рибон, включающий в себя в общей сложности три песни, выйдет 16 августа в 18.00 по корейскому времени. Были опубликованы новые потрясающие профильные фотографии Кан Даниэля для Artistic Round Alliance Entertainment, с которыми он подписал контракт в прошлом месяце, после того, как завершил свою работу в агентстве Connect Entertainment, которое он основал пять лет назад. Женская группа Изна, сформированная на шоу Island 2, опубликовала фотографии профиля в своих аккаунтах в соцсетях. 5 августа были представлены официальные профайл-фото с участницами Майи, Бан Джи Мин, Юн Джи Юн, Рю Са Ран, Чве Чон Ин и Чон Са Би. Их предстоящий дебютный трек будет спродюсирован хитмейкером Тедди, который известен созданием песен для Туны Ван, Пик Пэнк и Блэк Пинк. Программа прослушивания Idol of KBS Make Made One объявила название своей новой мужской группы. Группа из семи участников, недавно сформированная в рамках шоу, будет называться Нуэра. По данным агентства группы, название Нуэра представляет собой сочетание французского слова Нуэр, что означает «связывать вместе», и английского слова Эра, что означает, что Нуэра будут соединять эры и эпохи с помощью своей музыки. Нуэра, которые запустили свои аккаунты в соцсетях 5 августа, планируют дебютировать в январе 2025 года. God7 преодолели свои права на торговую марку в God7 до 2034 года. Объявление вызвало волну волнений и празднований среди фанатов, которые воспользовались соцсетями, чтобы выразить свою радость и поделиться энтузиазмом по поводу будущего группы. SM Entertainment в партнерстве с британской развлекательной компанией Moon & Back Media запустили свою первую британскую мужскую группу. Реалити-шоу под названием Made in Korea The K-Pop Experience расскажет о том, как создавалась группа, показав процесс подготовки и то, как тщательно участники тренировались по кей-поп-системе, чтобы дебютировать. BBC One также раскрыли информацию о группе Dear Alice, состоящей из пяти участников Джеймса Шарпа, Декстера Гринвуда, Оливера Куина, Риза Картера и Блейза Нуна. Реалити-шоу из шести серий будет посвящен участникам, которые отправляются в Южную Корею, чтобы пройти интенсивные кей-поп-тренировки и выйдет в эфир позже в этом месяце на BBC One и BBC iPlayer. Tomorrow by Together представили своих официальных персонажей Пуль Бату. Айдолы активно участвовали в процессе разработки дизайна персонажей, а также их имен, характеров и предпочтений. 50-50 объявили новое название для своего фан-клуба и представили обновленный логотип. 5 августа женская группа объявила, что их фан-клуб ранее известный как Хайнис, теперь будет официально называться Твенни. В своем объявлении группа объяснила выбор названия. Число 50 отображается в зеркале как 20 из-за эффекта инверсии. Это символизирует, что 50-50 смотрят туда, где находятся фанаты, а фанаты смотрят туда, где находятся 50-50. Это означает, что группа и их поклонники Твенни всегда смотрят друг на друга, сосуществуя в каждом моменте. Недавно они реорганизовались в группу из пяти человек, включая кино и готовятся к возвращению в сентябре. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аньон!